Значит, мы продолжаем обсуждать формулу Тейлора, и сегодня у меня будет два сюжета. Один – продолжение сюжета прошлой лекции, а другой – новый, ну, относительно новый. Значит, я напомню, что в прошлый раз мы доказали такое утверждение. Значит, формула Тейлора с остатковым членом формы пиана. И это утверждение такого типа, что… Значит, у нас была такая теорема, что если функция f дифференцируема n раз в какой-то точке x0, то справедливо такое разложение, такое равенство. f от x и есть f в x0 плюс f' в x0 на x-x0 плюс f' в x0 на 2 факториал на x-x0 в квадрате, плюс и так далее, плюс fn производная в точке x0 разделить на n факториал на x-x0 в степени n И эту формулу можно интерпретировать таким образом, что у нас есть функции, есть такие приближения, каждое следующее приближение лучше, чем предыдущее. Но что это означает? Вот, допустим, у нас есть какой-то график функции. У нас есть какая-то точка x0. И вот мы говорим, что у нас есть нулевое приближение. Это просто мы считаем, что вблизи точки x0 f от x равняется f от x0. Значит, это нулевое приближение, оно, в принципе, тоже, если функция непрерывная, оно тоже в какой-то мере работает. В том смысле, что если x приближается к x0, вот, допустим, у нас есть какая-то точка x, если x приближается к x0, то значение f от x приближается к f от x0. То есть вот это вот расстояние, оно уменьшается. Но, значит, это нулевое приближение. Это вот, если я беру только вот это слагаемое. Дальше я могу взять первое приближение. Это вот это касательное. Значит, теперь у меня расстояние между вот такие вот расстояния. Они тоже будут уменьшаться при стремлении x от x0. Но поэтому они будут уменьшаться не просто, не просто уменьшаться, они будут уменьшаться быстрее, чем уменьшается вот это расстояние. Дальше я могу взять первые три слагаемого. Это означает, что я вместо того, чтобы приближать мою функцию линейной функции, буду ее приближать некоторой параболой. И эта парабола работает еще лучше, чем прямая. Значит, вот, допустим, какая-то вот такая вот будет касательная парабола. Как-то она вот так будет проходить. И вот эти вот расстояния между моим настоящим графиком и параболой, они будут стремиться к нулю еще быстрее. Вот эта разность, она будет о маленьким уже от x минус x0 в квадрате. И так далее. Так можно увеличивать степень приближения. И за счет этого вот этот вот остаточный член, вот эта вот штука, которая показывает разность между нашим приближением, которое записано здесь, и настоящей функцией f от x, она будет стремиться к нулю все быстрее и быстрее по мере приближения x от x0. Значит, это то, что мы в прошлый раз обсуждали. Верно ли, что если у нас функция многочленная степень, то на этом шаге мы получим самую функцию? Отличный вопрос. Именно так. Именно это мы и получим. Как раз, кажется, в семинаре была какая-то задачка, где нужно было пораскладывать многочлены. Вот. Хорошо. Давайте теперь поговорим немножко про применение этой формулы. Одно из применений – это вычисление всяких пределов. Это то, что вы делали на семинаре. А я сейчас хочу поговорить про другое применение, а именно давайте докажем с помощью формулы Тейлора, давайте докажем теорему о максимумах и минимумах, а именно у нас был необходимый признак существования минимума. Это то, что если функция дифференцируема, в какой-то точке у нее в этой точке минимум, то там производная обязательно должна быть равна нуля. Ну, если это внутренняя точка, то область, в которой нас эта функция интересует. Вот. А сейчас мы докажем достаточное условие для того, чтобы эти самые минимумы существовали в данной точке. Значит, у нас есть такая теорема. Значит, это называется достаточное условие экстремумов. Они также называются условиями второго порядка. И теорема звучит так. Пусть x0, давайте так скажу, пусть f определена в некоторой окрестности точке x0 и дифференцируема в x0. Тогда, если дважды дифференцируема, то есть у нее есть вторая производная. Значит, тогда верно следующее. Если f' в точке x0 равняется нулю и f2' в точке x0 больше нуля, то x0 локальный минимум. А если f2' в точке x0, наоборот, меньше нуля, то x0 локальный максимум. Значит, вот это формальное утверждение, которое позволяет анализировать точки на то, являются ли они локальным минимумом или локальным максимумом. Надо сказать, что это условие, в свою очередь, является достаточным, но не является необходимым. То есть, на самом деле, может так оказаться, что точка является точкой локального максимума, хотя вот это условие не выполняется. Но это сейчас мы еще приведем к примеру на эту тему. Но, по крайней мере, вот такая теорема работает. Значит, давайте я нарису, опять же, картинку для примера. Что я говорю? Я говорю, что если у меня есть какая-то точка, у нее есть горизонтальная касательная, и мы знаем, что график функции, например, непрерывен вниз, простите, выпуклый вниз в этой точке, то это означает, что эта точка – точка минимума. Ну так, чисто визуально в это легко поверить. Значит, у нас выпуклость вниз, ну и понятно, что ничем, кроме минимума, это быть не может. Но аналогично с выпуклостью вверх. Но проще всего это доказывать как раз с помощью формулы Taylor. Давайте это сделаем. Доказывать листу. Ну, давайте я разложу функцию f по формуле Taylor. Разложу ее как-нибудь так. f от x равняется f от x0 плюс f' от x0 на x минус x0 плюс f2' в точке x0 пополам на x минус x0 в квадрате плюс o маленькая от x минус x0 в квадрате. Ну, давайте посмотрим на это разложение в этой теореме. Что вы можете сказать? Что здесь упрощается? f первая производная на x минус x0 Так, и что с ней? Ну, она в ноль превращается в наши условия. Да, значит, вот эта штука это просто ноль, потому что у нас f' от x0 равняется нулю. Таким образом, у нас остается только вот эта штука и вот эта штука. И вот эта o маленькая. Я утверждаю, что поскольку вот эта o маленькая от x минус x0 в квадрате во сколько угодно раз меньше, чем само x минус x0 в квадрате, то знак всего вот этого хвоста определяется просто знаком вот этого коэффициента. Ну, давайте я докажу это чуть более формально. Смотрите, кто такое o маленькая от x минус x0 в квадрате? Это какая-то функция, которая стремится к нулю, умножить на x минус x0 в квадрате. Значит, я могу вот эту штуку, вот эту маленькую, записать так. Это какая-то альфа от x умножить на x минус x0 в квадрате, где альфа от x стремится к нулю при x, стремящемся к x0. Можно даже... Давайте у меня все зависит от x минус x0. Давайте альфа у меня тоже пусть зависит от x минус x0. Вообще-то ни на что не влияет. Давайте вот так я сделаю. То есть понятно вот это вот утверждение, что про вот это o малое я могу думать вот так, что есть какая-то альфа, которая стремится к нулю, и что вот на месте этого o малого на самом деле написана вот такая штука альфа от x минус x0 умножить на x минус x0 в квадрате. Понятно, откуда это берется? Да. Да. Хорошо. Теперь смотрите, что я теперь могу сказать. Вот давайте я эту альфу использую и напишу так, что это есть f от x0 плюс f2' от x0 пополам плюс альфа от x минус x0 умножить на x минус x0 в квадрате. Теперь я могу сказать следующее, что у меня альфа от x минус x0 стремится к нулю, а вот эта штука, ну вот можно рассмотреть какой-нибудь из случаев, например, положительный. Но тогда я могу выбрать такую окрестность точки x0, чтобы вот эта штука была бы достаточно, значит, достаточно маленькая, а именно она была бы меньше, чем, например, вот эта штука пополам. Значит, существует такая окрестность. Существует окрестность точки x0 такая, что для всех x из этой окрестности модуль альфа x минус x0 меньше, чем модуль f' от x0, допустим, на 4. Для этой окрестности знак вот всей вот этой штуки определяется просто знаком вот этой штуки. Извините, повторите еще раз. Модуль x минус x0. Значит, я говорю следующее. Я говорю, что у меня сейчас функция записана в виде f от x0 плюс скобка f2' от x0 пополам плюс альфа от x минус x0 скобка закрытого умножить на x минус x0 в квадрате. Я выбираю такую окрестность нуля, такую окрестность точки x0, что модуль альфа x минус x0 не превосходит модуль второй производной от f2' от x0 делить на 4. То есть я хочу, чтобы вот эта поправка альфа от x минус x0 была бы по модулю меньше, чем половину от f' от x0. Я хочу, чтобы знак всей вот этой скобки определялся знаком f2' от x0. Почему мы середину берем? Почему что? Почему середину нельзя просто 2 поделить на 2? Ну как, я хочу, чтобы... Ну окей, могу поделить на 2. Я хочу, чтобы, так сказать, с запасом у меня... Чтобы вот если вот эта штука положительна, то вот эта штука была бы всегда положительна отдельно от нота. Поэтому я еще дополнительный делю. Еще тут чуть-чуть. Значит, знак вот этой скобки f2' от x0 пополам плюс альфа от x минус x0 совпадает со знаком f2' от x0. Если модуль вот этой штуки меньше, чем половинка от модуля вот этой штуки, то тогда, какой бы она ни была, она не сможет изменить знак вот этой штуки. Вот. Там опять же какой-то треугольник надо выписать. Но мы уже тысячу раз это делали, не будем делать это еще раз. Вот. И что тогда получается? Получается, например, что если f2' положительна, то тогда вот эта штука положительна, f2' от x0 пополам. Это означает, что вся вот эта скобка положительна. И это означает, что при всех x, не равных x0, вот эта штука строго положительна. Потому что вот эта штука положительна всегда. Ну, если x не равняется x0, это квадрат. x минус x0 в квадрате всегда положительна, если x не равняется x0. Ну, значит, мы и получаем, что у нас f от x больше, чем f от x0. Ну и наоборот, если f2' от x0 меньше нуля, вся эта скобка меньше нуля, значит, вся вот эта поправка меньше нуля, значит, f от x будет строго меньше, чем f от x0. Вот мы получили утверждение про то, что x0 это, соответственно, либо максимум, либо минимум в зависимости от знака второй производной. Ну, это же только для окрестности, да? Да, мы ничего больше не обещали. Мы обещали локальный минимум или локальный максимум. Это в точности означает, что мы рассмотрим окрестность. Значит, при таких x f от x будет больше либо равняться, чем f от x0. И если f2' в точке x0 больше нуля, и f от x будет меньше либо равняться, чем f от x0, если f2' от x0 меньше нуля. Вот. И все доказано. Значит, как? Понятно ли это теорема? То есть, как бы, какая идея? Еще раз. Идея в том, что мы приближаем нашу функцию приближаем к какими-то более простыми функциями. Вот мы знаем, что у нас есть функция, у которой первая производная 0, а вторая производная, допустим, положительная. Мы берем и говорим, окей, это означает, что есть какая-то вот параболка, которая эту функцию хорошо приближает, и у этой параболки, в этой точке минимум, ну, значит, и у нашей функции тоже минимум. Тут как бы всегда нужно аккуратно делать такие выводы, потому что нужно внимательно следить за тем, что вот этот вот остаточный член, чтобы он бы нам ничего не испортил. Ну, вот мы здесь это явно проследили, что каким бы ни был этот остаточный член, если он является маленьким от х-х0 в квадрате, то он действительно ничего не портит, потому что его можно сделать маленьким по сравнению с тем членом, который, так сказать, с предыдущим членом, с квадратичным членом. Вот. И для цели нашего анализа, для цели определения того максимума этого минимума, этого достаточно. А у нас знак равенства достигается? Нет, на самом деле, если х… Ну, на самом деле, здесь получается строгий локальный максимум или строгий локальный минимум. То есть у нас знак равенства достигается только тогда, когда х равен х0, потому что… Ну, вот потому что вот эта штука х-х0 в квадрате, она, соответственно, либо положительна, либо отрицательна при х не равном х0. Ну, точнее, сама эта штука всегда положительна, а когда мы ее домножим на этот коэффициент, то мы получим либо положительные, либо отрицательные числа. Поэтому, в принципе, получается даже утверждение про строгий локальный максимум или строгий локальный минимум. Вы написали, что fx больше, чем fx0, если 2 штриха, то 2, тогда это минимум. То есть мы говорим, что fx больше, чем fx0, то есть функция убывает? Нет, сейчас, функция не убывает. Так, мы говорим, что у нас есть x0, у нас есть здесь значение функции, f от x0. Теперь мы говорим, что, например, у нас здесь f от x, ну вот, допустим, я рассматриваю верхний случай. Это означает, что у нас для других точек, для других x, у меня f от x будет больше, чем f от x0. То есть если я возьму значение здесь или значение здесь, то у меня эти значения будут больше, чем f от x0. То есть будет какая-то вот такая вот штука. Это означает, что x0 является точкой минимума. Оно бы убывало бы или возрастало бы, если бы у нас такое условие выполнялось бы в случае, если на x и x0 было бы какое-то условие, типа того, что один больше другого или, наоборот, один меньше другого. Тогда бы это было какое-то условие, связанное с монотонностью. А у нас одна точка фиксирована, а вот эта точка может быть как левее, так и правее ее. И условие, что в обоих случаях f от x будет больше либо равняться, чем f от x0. Поэтому это не условие возрастания и убывания, это как раз условие экстрема. Еще вопрос? Давайте. Ну, первые две производные более-менее известны, а следующие производные нам что-то говорят о монотонностях, какие-нибудь функции, ну тоже что-то такое полезное. Ну, смотрите, вот как бы в рамках этой теоремы нам старшие производные не особенно нужны, потому что, ну вот мы знаем, что если вторая производная не ноль, а первая была нулем, то мы знаем тип этой точки. Вот, значит, в целом глобальность, если говорить не в контексте этого примера, а вообще, ну, как бы старшие производные что-то нам говорят про график, ну, вот так, если просто глазками на график смотреть, ну, там, вторую производную вы видите, потому что вторая производная, задает направление выпуклости, выпуклости вверх или выпуклости вниз. Вот как по графику увидеть третью производную, это почти невозможно. Ну, то есть, так, глазомерно очень трудно это сделать. Но, тем не менее, старшие производные пригождаются ровно вот в контексте рядов Тейлора, потому что, ну, окей, для такого анализа нам хватило двух производных. Но может сложиться ситуация, когда нам недостаточно двух производных. Значит, пример у вас будет в семинаре. Некоторая затравка к этому примеру такая. Значит, я хочу сказать, что это условие, которое мы сформулировали, не является необходимым. То есть, существует возможно такое, что x0, например, точка максимума, но при этом условие f' в точке x0 равняется нулю, и f2' в точке x0 что там должно быть для максимума, меньше нуля не выполняется. Давайте лучше точку минимума я напишу. Без разницы, но или так будет проще. Точка минимума. А здесь будет f2' в точке x0 соответственно будет больше нуля. Значит, можете ли вы привести пример, когда это так. x0 точка минимума у некоторой функции, но при этом неправда, что выполняется условие, что первая производная равна нулю, и одновременно с этим вторая производная больше нуля. Значит, галочка да, но давайте я дополнительно потребую, чтобы функция была дифференцируема. Значит, возможно ли, что f дважды дифференцируема дважды дифференцируема в точке x0? Значит, те примеры, которые приведены, это примеры, в которых функция не дифференцируема. А я хочу, чтобы она все-таки была дифференцируема, сколько хотите раз, например, дважды. Можно трижды или четырежды. Да. Герман правильный пример привел, значит, Адмитрий неправильный. x3 не имеет точки экстремума в точке, которую вы имели в виду. А вот четвертая степень, это нормальный пример. Значит, пример f от x равняется x в четвертый. Значит, в каком месте нарушается вот эта пара условий? Но она нарушается, естественно, только вот в этом месте, потому что мы знаем, что если экстремум есть и функция дифференцируема, то тогда первая производная уж точно должна быть равна нулю. Но вот у функции x в четвертый так оно и есть. Но при этом у нее нарушается вот это второе условие, а именно здесь вместо знака больше нуля здесь возникает знак равняется нуля. и картинка получается вот такая. Значит, она выглядит почти как парабола, только более такая вот, значит, такая яма. Значит, f2 штриха больше нуля в точке минимума, потому что у нас производная, вторая производная обязана возрастать в точке минимума. А меньше нуля, наоборот, в точке максимума. Немножко контринтуитивно, но она правда так работает. Значит, вот видно, что действительно это контр-премьер, значит, здесь f' допустим, в нуле. Значит, у меня x0 равняется нулю, f' в нуле равняется нулю, f2 штриха в нуле тоже равняется нулю, но тем не менее это точка минимума. Ну, и дальше, если вы, например, захотите исследовать случай, что же все-таки происходит, какие вообще случаи возможны, если первая производная равна нулю, и вторая производная равна нулю. Ну, вот мы видим, что бывает такой случай, когда эта точка является точкой минимума. А может ли это, а может ли в этом случае быть точкой максимума? А может ли быть ни то, ни другое? Ну, вот, на самом деле, на все эти вопросы можно отвечать, рассматривая разложение в ряд Taylor, используя формулу Taylor с достаточно замечательной формой Piano, но только для старших производных. В этом случае, как бы у вас, когда вы делаете разложение, вам важно, какие у вас старшие производные. Вот. Хорошо. Значит, есть ли какие-то еще вопросы по этой части? Значит, таким образом, мы получили некоторый инструмент, который позволяет совсем механически, в большом количестве случаев, понимать, какого типа у вас точка экстрема, ну, по крайней мере, с локальной точки зрения, потому что производные это все, некоторые локальные утверждения. Можно спросить? Вы сказали, что у вас x-ов из окрестностей, ну, если у вас производная больше нуля, то у вас f от x больше равна f от x-0, но он же просто больше, нет? У нас же не может быть равен. больше. Ну, если бы неравен x-0 сделать. Да, мне было лень писать про колотую окрестность, но если написать про колотую окрестность, тогда здесь можно поставить строгий знак, совершенно верно. То есть, на самом деле, теорему я здесь не конкретизировал, я просто написал локальный минимум, на самом деле, здесь можно написать строгий локальный минимум и строгий локальный максимум. Вы правы. ничего просим хорошо смотрите значит на самом деле формула вот эта самая формула taylora с достаточным членом форме пиана это на мой взгляд примерно самое полезное утверждение которое есть в анализе по крайней мере по моей практике если вам нужно исследовать какую-то функцию то как правило поведение функции в окрестностях какой-то точки как правило вы делаете это как раз раскладывает функцию по форме taylora с той точностью которая вам нужна и после этого все становится просто и понятно но у этой формула taylora есть некоторое ограничение а именно вот этот форма остаток члена которая у нас здесь есть она говорит что она говорит что когда x стремится как с ноль у нас одна кривая стремится к другой кривой точнее точка стремится вот это вот расстояние между кривыми становится маленьким но при этом она ничего не говорит ничего не отвечает на такой вопрос а вот если я буду брать все больше и больше членов в этой форме taylora правда ли что вот я возьму какую-то конкретную точку какой-то конкретный вот это x правда ли что я буду получать все лучше и лучше приближения к значению моей функции это вопрос практически важный потому что мы бы хотели использовать такого типа формула для того чтобы находить значение функций в разных точках но вот представьте себе что вам нужно посчитать значение синуса от какого-то числа синуса от единицы например как вы это сделаете но наверное возьмете калькулятор или компьютер и спросите почему равняется синус от единицы дальше возникает другой вопрос а как это в компьютере реализовано как компьютер считает значение синуса но можно было предположить что в компьютере сидит маленький чертик как в костяке раз когда вы его просите посчитать значение синуса он строит единичную окружность откладывать там дугу правильного размера и с помощью линейки вычисляют значение соответствующего синуса но понятно что так не происходит если только мы не находимся где-то в мире тари пратчет или еще какой-нибудь фантастики вот на самом деле используется некоторая формула которая как говорят раскладывают те функции которые мы хотим использовать которые мы хотим посчитать раскладывать их в ряды и дальше вычисляются используются эти самые ряды вот ну и давайте в связи с этим докажем теорему которая позволяет нам сформулировать результат такого типа что при некоторых условиях если мы будем брать больше членов вот в этом разложении то мы будем получать не просто все лучше и лучше приближение с точки зрения вот такой вот сходимости а будем получать все лучше и приближение с той точки зрения что соответствующие значения вот этого выражения в какой-то конкретной точке будут становиться все лучше и лучше с лучшим и лучшим приближением к нашей функции и это теорема которая называется формула тайлора со старшим членом форме лагранжа утверждает она следующее теорема пусть f n плюс один раз дифференцируем в точке не в точке а значит дифференцируем она давайте так и скажу на каком-то интервале от а до b f n плюс первая производная сейчас что я хочу я хочу чтобы у меня значит n раз дифференцируем и n раз дифференцируем и на отрезки ну вот на таком комнате отрезки допустим на полуинтервале включая точка и n производная непрерывно в точке а это условие на самом деле излишняя потому что она будет кажется что автоматически непрерывно или нет а нет не факт значит нужно это условие значит f n производная непрерывно в точке а тогда верно такое утверждение f от b равняется f от а плюс f штрих от а на b минус а в квадрате плюс и так далее плюс n производная в точке а на n факториал на b минус а в степени n и плюс остаточный член который выглядит таким образом это n плюс 1 производная взятая в какой-то точке c делить на n плюс 1 факториал и умножить на b минус а в степени n плюс 1 значит тогда существует такая точка c из интервала от а до b сейчас еще раз полностью прочитаю утверждение говорит следующее что если функция f n плюс 1 раз дифференцируема на интервале от а до b и n раз дифференцируема на полу интервале а включая b не включая и n производная непрерывно в точке а тогда существует такая существует такая ц из интервала от а до b что верно такое утверждение что f от b равняется f от а плюс f штрих от а на b минус а плюс f 2 штриха от а делить на 2 факториал на b минус а в квадрате плюс и так далее плюс n производная f в точке а делить на n факториал умножить на b минус а в степени n плюс n плюс 1 производная f в некоторой точке c делить на n плюс 1 факториал умножить на b минус а в степени n плюс 1 значит как раз вот этот вот хвостик вот это вот последнее слагаемое и называется остаточным членом если вы посмотрите на вот это начало на все кроме этого остаточного члена то это знакомая нам штука это в точности вот тот же самый тайлоровский многочлен который мы уже обсуждали это значение тайлоровского многочлена в точке b а вместо x 0 здесь написано а мы вычисляем все производные раньше мы их вычисляли в точке x 0 сейчас мы вычисляем все производные в точке а и умножаем на b минус а это то что раньше было x минус x 0 значит остаточный член очень похож на все члены которые у нас были написаны единственная разница что производные теперь вычисляются не в точке а в какой-то промежуточной точке c на самом деле эта штука вам должна быть в какой-то мере знакома потому что скажите на что это похоже на домашнюю задачу не помню такого домашки но может быть что-то и было похоже она что еще кстати да вспомнил было такое да было что похожее но там это решалось проще но то есть в этом смысле да но смотрите значит и если у нас n равна если бы n было бы равно нулю тогда что за формула получилась если н равняется нулю во что превращается вот вся вот эта вот длиннющая формула все равно лагранжа о конечных превращениях да потому что если n равняется нулю то тогда от всей вот этой части у нас остается просто f от а от вот этой части у нас остается f первое производное то есть просто f штрих в точке c делить на 1 и умножить на b минус а в степени 1 при н равном 1 это при н равном нулю это теорема лагранжа в конечных превращениях чем эта формула хороша тем что на самом деле в некоторых условиях мы можем вот эту вот штуку явным образом оценить понять что она не превосходит чего-то и понять как она себя ведет когда n увеличивается ну сейчас мы на некоторых примерах это сделаем вот но давайте пробовать теорему доказать как посмотрели на нее понятно что общитель ему утверждает простите а у нас c принадлежит именно строгому интервалу или может быть принадлежать тоже полу строгому интервалу то есть он может быть строгому интервалу строгому доказательства на самом деле очень похожи на доказательства теорема лагранжа но чуть-чуть чуть-чуть похитрее давайте попробую эту штуку доказать посмотрим что это выйдет давайте сделаем такую штуку значит во первых я хочу ввести такое обозначение значит пусть у меня tn от x это f от а плюс f штрих от а x минус а плюс и так далее плюс f nt а разделить на n факториал на x минус а в степени n значит это то обозначение которое у нас было в прошлый раз единственная разница в том что я теперь стартовую точку называю . они . x 0 ну в общем это я мог бы x 0 каждый раз писать но что-то в этом контексте мне хочется называть конца отрезка а и b теперь что я хочу сказать давайте посмотрим на разницу давайте я как-нибудь обозначу есть такая функция rn от x это есть f от x минус tn от x значит эта разница между моей функцией и ее and am ты ловским многочленом ну собственно говоря чего я хочу сказать я хочу сказать что вот эта самая разница вот здесь она написана так вот если я перенесу все вот это в левую часть то как раз у меня в левой части возникнет вот это rn давайте я скажу что вот все вот то что у меня здесь написано сверху вся вот эта вот штуковая это как раз мой значит вот это это как раз tn от b и соответственно и если я перенесу это в левую часть то у меня здесь возникнет rn от b то есть пока это просто некоторое обозначение ничего ничего нового я не сделал пожалуйста почему это не 0 ну потому что у нас есть разница между нашей функцией и и тэйлоровский многочленом это просто тэйлоровский многочлен до n той степени он совершенно не обязан он совершенно не обязан совпадать с функцией эти утверждения состоит в том что функция этим многочленом как-то приближается но есть некая ошибка приближения ну то есть если бы n было равно количеству максимальных дифференциаций f то это было бы 0 нет это тоже было бы не 0 потому что у вас есть да это было бы о малое это правда но так иначе это какая-то функция эта функция являлась бы о малым но мы хотим большего мы хотим доказать про нее больше чем то что она является мало мы хотим доказать вот такую штуку ну то есть получается что rn от b это получается остаточные члены да 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 в точности да то есть я хочу доказать что rnt от b на самом деле есть вот такая штука которая здесь написана что так tn от x это мой тэлоровский многочлен а rn от x это f от x минус tn от x теперь давайте вот что сделаем значит во первых замечание что вы можете сказать про rn в точке а чему равняется rn в точке а нулю нулю видно что нулю потому что как раз в точке а у нас все вот эти вот штуки будут нулевыми все члены все слогами нашего многочлены будут нулевыми кроме первого а первый равен f от а хорошо а чему равняется rn штрих в точке а нулю мы на самом деле в прошлый раз доказывали что у тэлоровского многочлена все производные совпадают с производной соответствующей функции но вот если мы считаем эти производные в точке а в той точке в которой мы все дела раскладываю в данном случае в точке а поэтому rn штрих равняется нулю в точке а и и так далее вплоть до n производной все все эти самые производные rn в точке а нулевые теперь еще один факт rn n плюс первая производная в произвольной точке x что можете сказать про такую штуку чему равняется n плюс первая производная от rn в произвольной точке x как-нибудь эту штуку можете охарактеризовать вроде нулю то все уйдет но у кого все идет в ноль у нас рн это разность f от x минус tn от x все вот которые x минус а x минус а в степени n они у вас из-за того что у n плюс 1 возьмете распроизводной они просто все в нулю да вот на самом деле это означает что вот эта вот штука tn это ну это просто многочлен n-ной степени когда вы дифференцируете n плюс 1 раз получается 0 от x в степени ну дифференцированная n плюс 1 раз совершенно верно да это просто остается просто n плюс 1 производная функция f значит так как tn n плюс 1 от x равняется нулю а tn у нас без остаточного члена да? что что? tn у нас без остаточного члена tn ровно как написано это вот просто многочлен здесь нет никаких в этом tn нет никаких умалах нет ничего такого это просто честный многочлен до степени n включительно вот ровно как написано илья можете еще раз объяснить почему n плюс 1 производная tn равняется нулю ну смотрите вот кто такое tn это многочлен степени n если вы если у вас есть потому что если у вас есть x в какой-то степени вот допустим вас есть x в степени k вы его дифференцируете получаете k x в степени k минус 1 если вы продифференцируете если продолжите эту операцию допустим k раз то у вас просто получится константа если вы сделаете k плюс 1 дифференцирование то тогда это будет ноль что степень каждый раз уменьшается на единицу при дифференцировании как видно из этой формулы и это означает что если у вас был многочлен степени n вы его n раз продифференцировали получилась константа вы его n плюс 1 раз продифференцировали получился 0 поскольку tn это многочлен степени n то он при n-кратом дифференцирования превращается в 0 окей спасибо хорошо так значит вот это те факты которые нам нужны давайте теперь я сделаю такую штуку значит рассмотрим функцию давайте я ее назову допустим h от x который устроен таким образом это rn от x вычесть какую-то константу c умножить на x минус а в степени n плюс 1 значит где цене некоторая константа сейчас мы эту константу выберем но давайте прежде чем мы ее выберем я хочу сделать следующее замечание когда я здесь добавил вот эту штуку c умножить на x минус а в степени n плюс 1 у меня ни одна производная не пострадала а именно вот всякие всякие вот такие вот штуки у меня сохранились значит для аж справедливо так для аж справедливо такие же утверждения как были выше а именно h n в точке а по-прежнему равняется нулю h n штрих в точке а по-прежнему равняется нулю и так далее вплоть до n производной в точке а они все по-прежнему равняются нулю добавление вот этого слагаемого n плюс первой степени от x минус а с каким-то коэффициентом и не изменило того факта что все производные в нуле у rn равны нулю они у рн выравнялись нулю и у ашки не тоже комментируют согласно с этим теперь смотрите я хочу воспользоваться тем же приемом который мы делали когда доказывали теорему лагранжа а именно мы там говорили следующее мы там помните когда мы доказывали теорему лагранжа у нас была изначально вот такая картинка с значит вот какая-то такая картинка и и и мы хотели доказать что есть точка в которой производная такая же как хорда и дальше мы так сказать положили эту картинку на бок а именно мы рассматривали разницу между нашим графиком и некоторые вот этой линейной функции которая графиком который является вот эта прямая секущая вот сейчас я хочу сделать то же самое только вместо вот этой линейной функции я выбираю вот эту функцию с n плюс первой степени и я хочу чтобы была применима теорема роль для этого мне нужно чтобы вот у меня я знаю что аж n от а равняется нулю а я хочу чтобы у меня аж сейчас ангстатин н можно не писать здесь я хочу чтобы аж в точке b тоже равнялась бы нулю значит хотим выбрать такое c c такое чтобы аж в точке b равнялась бы нулю ну давайте выберем значит если аж в точке b равняется нулю тогда это просто означает что c значит то есть положим c равняется чему значит это будет rn в точке b разделить на b минус а в степени n плюс 1 значит вот хотим выбрать такое цель и выберем такое цель ничему это не противоречит теперь давайте сделаем такую штуку смотрите вот у меня есть функция h я знаю после того как отец зафиксировано у меня аж полностью определенно и я знаю что аж в точке а равняется нулю и аж в точке b равняется нулю какой вывод я из этого могу сделать что у меня сейчас аж от а равняется нулю аж от b равняется нулю потому что существует точка производная нулю да существует такая точка c1 на отрезке на интервале от а до b что аж штрих в точке c1 равняется нулю хорошо смотрите то есть что у нас получается вот у нас на самом деле картинка устроена так у нас есть наша функция h у нее график какой-то такой он в нуле касается горизонтали у него здесь много производных нулевых а дальше у него есть в точке b вот у меня сейчас это мне на самом деле нужно как-то так нарисовать вот это x вот это y значит вот эта точка а вот эта точка b значит график график h он какой-то вот такой y равняется h от x значит вот у меня есть ноль здесь есть какое-то касание с горизонталью или дальше в точке b просто есть какой-то ноль хорошо значит вот мы нашли точку c1 в которой производная h равняется нулю давайте теперь рассматриваем функцию которая называется производная h почему у вас именно касание в точке а ну потому что нам известно что аж нам известно что аж в нуле равняется нулю а штрих нам известно что в точке а аж равняется нулю а штрих в точке а равняется нулю и так далее до n производный поэтому здесь не просто будет функция принимать значение 0 а если у нее еще и производные нулевая еще и вторая производная нулевая но и так далее дает поэтому здесь будет именно вот такая вот касание с горизонтальной здесь будет хорошо как вы думаете как будет следующий шаг вот я нашел такую точку c1 что в этой точке h3 в точке c1 равняется 0 какой будет следующий шаг ну найдем такую c2 где вторая производная таж равняется 0 наверное так а почему такая точка c2 найдется не знаю ну хорошо почему ты . c нашла почему ты . c1 нашлась по теореме роли по теореме роли да так хорошо а почему вторая а почему найдется точка в которой вторая производная нулевая теорема роли только про первую производную ну теперь к самому графику производной можем же применить теорему лагранжа получается то есть между а нулю c нулю значит между ними где-то тоже нулю да ну только не лагранжа того того же самого роли действительно действительно теперь рассматриваем функцию а штрих значит мы видим что а штрих в точке а равняется нулю и а штрих в точке c1 равняется нулю из этого следует потеряем роль что найдется такая точка c2 где будет жить эта точка c2 на каком промежутке а до c1 найдется такая c2 что вторая производная h в точке c2 равняется нулю вот это на самом деле одна из ключевых идей этого доказательства если мы знаем не просто что у нас функция принимает значение 0 здесь и здесь а то что у нас в точке а производные функции а что же нулевые мы можем применять терема роли несколько раз очередной каждый раз очередной производной и получать соответственно все больше и больше производная находить нули для все большего для все больших и производных и так далее а сейчас увидите значит и так далее сделаем это n раз когда мы сделали один раз мы получили первую производную даже сейчас может быть даже не n раз а надо сейчас уберемся сколько раз нужно может там n плюс 1 1 1 1 давайте сделаем это n плюс 1 раз да если у нас было n равняется нулю то нам нужно было эту операцию сделать один раз сделаем это n плюс 1 раз тогда мы получим такую штуку существует такая точка c n плюс 1 из интервала а в конечном итоге из интервала а b ну понятно что она из давайте я так напишу из интервала а вот такого но это все находится в интервале от а до b такая что аж n плюс 1 равняется нулю на этом мы остановимся и давайте посмотрим кто такая аж n плюс 1 кто такая n плюс 1 производная h h n плюс 1 в произвольной точке x кто она такая давайте смотреть вот у меня сказано как устроена аж вот у меня сказано да и в общем то я все знаю что то у нас аж компьютер стал притормаживать и нет и нет 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 Итак, что вы можете сказать про n плюс 1? Ну, это будет равно... Очевидно, она равна n плюс 1 производной функции rn. Мы записывали эту производную n плюс 1 для rn и минус c. Да, значит, n плюс 1 производная от rn, как мы знаем, равняется просто n плюс 1 производной f. А n плюс 1 производная от вот этой штуки чему равна? Ну, x минус a... n минус 1 факториал. Да, n плюс 1 факториал умножить на константу, потому что вы каждый раз будете вот эту штуку дифференцировать. То есть у вас каждый раз эта степень будет уменьшаться на единичку. В конце концов, если вы делаете n плюс 1 производную, то эта степень просто превратится в 0. И здесь каждый раз будет выноситься n плюс 1, потом n, потом n минус 1 и так далее. И получается n плюс 1 факториал. Значит, вот эта штука превращается просто в c умножить на n плюс 1 факториал. А эта штука превращается вот в эту штуку. Значит, hn плюс 1 от x равняется fn плюс 1 от x. Вычесть n плюс 1 факториал умножить на нашу константу c. Как? Все согласны с этим? А можно еще раз повторить последний переход? Так, давайте я, может быть, не очень удачно здесь обозначил константу той же буквы, которую мы обозначаем точечки. Значит, вот эта c большая, это наша константа, которая там стояла перед. Смотрите, давайте я еще раз покажу на функцию h. Значит, вот у нас есть функция h, которая есть rn от x минус c умножить на x минус a в степени n плюс 1. Значит, смотрите, во-первых, n плюс 1 производная от rn равняется n плюс 1 производной f, как мы выяснили. Да, понятно. Потому что многощин убивается целиком. Дальше, а что такое n плюс 1 производная от вот этого добавка? Значит, здесь у нас фактически степенная функция. Когда мы ее дифференцируем, степень каждый раз уменьшается на единичку. Когда мы ее дифференцируем n плюс 1 раз, степень уменьшается до нуля. Получается нулевая степень, то есть получается просто константа. При этом каждый раз эта степень сносится, поэтому здесь снесется сначала n плюс 1, потом n, потом n минус 1 и так далее. Поэтому здесь возникает n плюс 1 факториал умножить на c. По тем же причинам, по которым здесь возникали факториалы. Поэтому получается такая штука. Да, все понятно. Хорошо. Хорошо. Ну, отлично. Осталось подставить нашу вот эту ценную. Точнее, вот эту цен плюс 1. И получается такая штука. Значит, мы знаем, что n плюс 1 производная h в точке cn равняется нулю. Ну и давайте посмотрим, что это такое. Это есть n плюс 1 производная f в точке cn. Вычесть n плюс 1 факториал умножить на c большое. А с другой стороны мы можем вспомнить, чему равняется c большое. У нас вот тут выше написано. И давайте мы это распишем. Это есть fn плюс 1. А мы же вроде говорили, что там c плюс 1 в точке. n плюс 1. Вы правы, да. Да, 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 конечно. Значит, минус n плюс 1 факториал. Значит, вот эта константа c, мы ее подобрали вот таким образом. rn в точке b разделить на b минус a в точке n плюс 1. На b минус a в степени n плюс 1. Ну, отлично. Давайте теперь я выражу из всего этого дела rn от b. rn от b. Значит, я переношу вот эту штуку в другую часть. Делю на n плюс 1 факториал, умножаю на b минус a в степени n плюс 1. И получается ровно то, что я обещал. А именно, fn плюс 1 в точке cn плюс 1 разделить на n плюс 1 факториал. И умножить на b минус a в степени n плюс 1. Ну, это ровно то, что я обещал доказать. Я обещал доказать, что разница между моей функцией и Тейлоровским многочленом, то есть rn от b, это и есть вот такая вот штука. Давайте вернемся в начало теоремы и увидим, что это ровно то самое, что я обещал. Вот моя формула. Здесь написано, что существует такая c. Ну, вот надо просто в качестве этой c взять ту самую мою штуку cn плюс 1. Видно, что это та же самая формула. Сейчас, а cn плюс 1 – это такая точка c на интервале от a до b, при которой fn плюс 1 производная равна нулю. hn плюс 1 производная равна нулю, да. hn плюс 1, да. И от a до cn, насколько я понимаю. Ну, как бы она от a до cn, да, но в любом случае утверждение, что она от a до cn не противоречит утверждению, что она от a до b. Поскольку в исходной теореме нет никакого cn, то я там просто говорю, что это где-то на интервале от a до b. А можно логику еще раз проговорить? Да, давайте я попробую. Значит, это нетривиальная теорема, так ее сходу… Не то, чтобы она была бы сильно прозрачной. Это доказательство самое прозрачное из всех, что я знаю, но тоже не совсем. Смотрите, еще раз. Мы говорим следующее. Вот у нас есть наша rn, на которой есть разница между f от x и tn от x. Я хочу доказать, что если я в качестве x здесь подставлю b, то я в качестве этого rn получу вот такую вот штуку. То есть это то, что я хочу доказать. Теперь. Теорема Тейлора, которая была состаточным членом, когда мы записывали умало, а теперь мы доказали, что это умало можно более точно обозначить. Да, да. Мы как бы дали другую немножко оценку для этого самого остаточного члена. Да, это правда. Вот. Итак, значит, как мы действуем? Мы вводим некоторую новую функцию h, которая устроена так. Это наша rn, минус некоторая поправка, n плюс первой степени. И эта поправка обеспечивает нам то, чтобы у функции h в точке b значение было бы равно нулю. Поправка устроена так, что это какая-то специальным образом подобранная константа умножить на x минус a в степени n плюс 1. Значит, мы специально так подобрали константу c, чтобы это было верным, чтобы h от b действительно равнялась бы нулю. Ну, это всегда можно сделать просто потому, что вот у нас есть явная формула. Если мы знаем, чему равняется rn от b, то можно просто явно положить, что c – это вот такая вот штука. Тогда h в точке b будет равняться нулю. Теперь h, если я построю график h, то он выглядит таким образом. Значит, у него в точке 0, у него в точке a значение равно нулю, и n производных – все нулевые. А в точке b значение равно нулю. Последовательным применением теремы Лагранжа я нахожу точки, в которых первая производная обнуляется, вторая производная обнуляется, третья производная обнуляется и так далее. На самом деле, даже по графику можно понять, что здесь где-то вторая производная обнулится, потому что, смотрите, он вблизи точки a. Эта функция должна быть выпукла вниз. А вблизи вот этого максимума она должна быть выпукла вверх. Поэтому где-то сменится направление выпуклости. В этой точке вторая производная обнуляется. Но формально мы это делаем, мы такого типа рассуждения делаем с помощью последовательного применения теремы Рольда. Сначала применили терему Рольда к исходной функции h, нашли точку c, в которой первая производная обнуляется. Потом применили терему Рольда к производной, нашли точку c2, в которой вторая производная обнуляется и так далее. Так мы дошли до n плюс первой производной, нашли точку cn плюс 1, в которой h, n плюс первая производная обнуляется. Ну а после этого можно заметить, что это как раз искомая точка, а именно, что в этой точке, значит, что если я запишу условие, что производная n плюс первая производная h обнуляется в этой точке, то я как раз и получу, дальше я смогу выразить rn t от b, который участвовал в определении c, выразить через значение n плюс первой производной функции f в этой самой точке cn плюс 1. Вот ровно так, как я обещал. И все доказано. А вы говорите, что вот по графику видно, что вторая производная может быть rn на нулю. А мы же это делаем для производной функции, у нас же может быть разный график. Ну нет, ну понятно, что график ничего не доказывает. Но по крайней мере можно представить себе, что вот у вас есть такие соображения, что у вас где-то вот здесь функция должна быть выпукла вниз, потому что, ну вот куда она тут денется? По крайней мере, ну окей, на самом деле, конечно, могло бы быть вот так, вот и было бы все наоборот, но тогда была бы точка локального минимума. Значит, рассуждения про график не считайте ни в крайней мере доказательными. Но по крайней мере, если график устроен так, то можно понять, где находится точка c2. Это как бы та точка, в которой меняется направление выпуклости. Вот здесь у нас функция выпукла вниз, а после точки c2 она выпукла вверх. И эта точка найдется, потому что вот здесь вот функция выпукла вниз, а тут она выпукла вверх. То есть где-то есть промышленная точка, в которой меняется выпуклость. А если это доказывает нетное доказательство заранее, ну какие как бы мысли должны прийти в голову, чтобы использовать такое h от x, такую подстановку и так далее? Ну, смотрите, значит, я... В русскоязычной литературе, как правило, используется не такое доказательство, а используется еще менее прозрачное доказательство. Когда я стал думать, как бы это рассказывать, я подумал, что эта формула ужасно похожа на терема Лагранжа о конечных превращениях, и доказываться должна как-то так же. Дальше я немножко погуглил и обнаружил доказательство ровно вот то, которое я сейчас излагаю. Но, в принципе, можно догадаться так, что мы действуем по аналогии с теремой Лагранжа о конечных превращениях. В тереме Лагранжа о конечных превращениях мы из нашей функции f вычитали подходящую линейную функцию так, чтобы обеспечить, что значение в правой точке совпадало бы с значением в левой точке. Но в нашем случае нам нужно вычитать не линейную функцию, а вычитать какую-то функцию, которая бы нам не испортила бы вот эти соотношения. Значит, функция, которая не портит эти соотношения, это функция, у которой первые n производных в точке а равны просто нулю. А именно это функция вот такого вида. Ну вот, наверное, на основе этого можно было бы догадаться, как это сделать. Почему мы изначально хотели сделать, чтобы все последующие производные были равны нулю? Почему мы хотели так сделать изначально, тут трудно сказать. Мы хотели, чтобы у нас наш Тейлоровский многочлен хорошо приближал нашу функцию. И мы как бы этим хотим как-то воспользоваться. Мы знаем, что Тейлоровский многочлен именно таким и придумывался, что вот эти вот штуки были так написаны ровно для того, чтобы первые n производных этого самого Тейлоровского многочлена равнялись бы первым n производным функцией f. Поэтому, значит, довольно естественно, что мы захотим этим воспользоваться. Как именно мы захотим этим воспользоваться? Ну вот дальше здесь нужно было догадаться, что мы знаем, что разница в производных равна нулю, то есть производная разность тоже равна нулю до n производной включительно. Ну вот как-то мы хотим этим воспользоваться. Ну дальше вот возникла идея, что мы хотим применить терема ролля, ну а дальше нужно было догадаться до того, что терема ролля можно применять последовательно. Сначала для самой функции, потом для ее первой производной. И нам как раз нужно для того, чтобы применить ее для первой производной, нам нужно выполнение вот этого условия. Потом для второй производной, потом для третьей производной и так далее. Еще раз повторить, пожалуйста, то есть формула Тейлора так создана, что мы хотим, чтобы первые читания Мы хотим, чтобы… Многощен Тейлора – это многощен, который строился таким образом, чтобы его значение в точке А совпадало бы со значением функции f, чтобы его производная в точке А совпадала бы с производной функцией f в точке А, чтобы вторая производная в точке А совпадала бы со второй производной функцией f в точке А и так далее до n-ой производной. Значит, вот оно, этот многочлен, он устроен таким образом, чтобы производные разности f от х минус t, n от х в точке А, чтобы они бы все до n включительно были бы нулевыми. Мы его так подбирали. Вот эти коэффициенты выписаны ровно для этого. Ну, давайте я напоследок все-таки покажу пример применения всего этого дела. Вот, смотрите. Вот, допустим, есть такая штука, которая называется sinx. Давайте мы этот синус разложим в многочлен, так сказать, разложим в ряд ТЛО в нуле. Давайте смотреть. Пусть у меня x0, ну, хорошо, пусть у меня сейчас точка А равняется нулю. И, значит, производная синуса чему равна? Значит, косинусу. Производная косинуса равна, наоборот, минус синуса. И если мы теперь будем смотреть на все это в нуле, то у нас эти все производные устроены так. Значит, вот у меня f от х равняется sinx. В общем, это то, что вы должны были на семинаре в прошлый раз поделать. Значит, для синуса выписывать многочлен ТЛО в произвольной степени. Значит, мы знаем, что f в нуле равняется нулю, f' в нуле равняется единице, f2' в нуле равняется нулю, f3' в нуле равняется минус единице и так далее. Дальше они чередуются. И многочлен выглядит так. Так, это х минус х куб делить на 3 факториал плюс х в пятой разделить на 5 факториал минус х в седьмой разделить на 7 факториал и так далее. И что нам говорит наша формула Теллора с отточным членом формы Лагранжа? Она говорит, что если я вот такой многочлен буду выписывать, то он будет приближать мой синус вот с такой вот погрешностью. Давайте посмотрим, что происходит с этой погрешностью в случае синуса, когда n становится большим. Значит, что вы можете сказать про вот эту штуку? Значит, достаточный член. Это n плюс первая производная в какой-то промежуточной точке разделить на n плюс 1 факториал. И здесь будет х минус а в степени n плюс 1. Значит, что вы можете про вот эту вот штуку сказать? Ну, вот самое главное, что я могу сказать, это то, что вот эта вот вещь, она ограничена, ну, потому что производные синуса, они все либо косинусы, либо синусы с каким-то знаком. И это означает, что в любой точке оно от минус единицы до единицы. Что происходит, вот если у меня х фиксирован, что происходит с этой штукой, когда n стремится к бесконечности? То есть это означает, что на самом деле вот этот многочлен, он в каждой своей точке, вот если х зафиксировал и начинает увеличивать n, то вот эта штука все лучше и лучше приближает синус. Ну, давайте я покажу одну картинку на эту тему, и мы на этом закончим. Значит, мне нужна геогибра. А можете повторить, почему остаточный член к нулю? Сейчас посмотрим. Вот, посмотрите на формулу. Значит, х фиксированная. У нас получается такая штука. У нас есть вот эта штука, которая степенная функция от n. И есть знаменатель, который n плюс 1 факториал. Каким бы ни была вот эта степенная функция, n факториал растет быстрее. Понятно. Какой бы х здесь ни было. Поэтому это стремится к нулю. Мы когда-то доказывали, типа, на комплекс первых семинаров. Ну, вот давайте посмотрим. Значит, я сейчас нарисую график синуса. Синус х. И давайте нарисуем несколько первых членов нашего разложения. Значит, первый член х. Это просто касательная. Второй член х минус х куб на 3 факториал. Значит, разделить на 6. Значит, вот видно красненькая функция. Она действительно похожа на синус, по крайней мере, вблизи нуля, не слишком далеко от нуля. Ну, и давайте возьмем первое, допустим, 3 члена. Значит, мне нужно взять х минус х куб на 3. Х куб на 3 факториал. Х куб на 6. И плюс х в пятый. Значит, насколько нужно поделить на 5 факториал на 120? Ну, вот видно, как оно приближается. Видно, что с каждой следующей степенью у меня действительно график все лучше и лучше приближает синус. Ну, собственно говоря, если у вас, например, х лежит на интервале, скажем, от минус пи до пи, от минус пи пополам до пи пополам, то, в общем, вот этих вот трех членов вам уже хватит за глаза, чтобы этот самый синус посчитать. Простите, а зачем это нужно было, если мы это и так получали из формулы Тейлора с остаточным членом формулы в виде пиано? Нет, в том числе дело, смотрите. Вот, допустим, я хочу, вот, смотрите, допустим, я хочу посчитать значение синуса в точке, скажем, 2. Вот формула Тейлора с остаточным членом формулы пиано ничего мне не говорит про то, как ведут себя Тейлоровские многочлены в точке 2. Она говорит, как ведут себя Тейлоровские многочлены, когда х стремится к нулю. Но в конкретной точке 2 она ничего не говорит. Более того, можно привести пример функции, у которой ряд Тейлора нулевой, у которой все Тейлоровские многочлены нулевые, а функция при этом не нулевая. Формула Тейлороса с остаточным членом форме пиано при этом будет работать, но при этом сколько членов не бери в Тейлоровском многочлене, лучшего приближения фиксированной точки 2 вы не получите. А сейчас мы получаем утверждение, что если я буду рисовать эти картинки и смотреть на значение Тейлоровского многочлена в какой-то конкретной точке, например, в точке 2, то я буду получать все лучшее и лучшее приближение к моей функции. Вот в этом ключевая разница между этими двумя Тейлороса. А как понять, сколько членов нужно взять, чтобы там до какого-то значения приблизиться? Ну, вы же можете использовать, опять же, тот же самый остаточный член, чтобы прям явно оценить погрешность. Допустим, вы знаете, что у вас х лежит, скажем, от минус пи до пи. Если вы берете синус, вы знаете, что синус периодически, поэтому брать другие х не имеет смысла. Тогда вы можете просто воспользоваться этой формулой остаточного члена и оценить ее сверху. И, исходя из этого, понять, сколько вам нужно. Допустим, вы хотите там три знака после запятой, ну вот возьмете такое-то n, чтобы этот остаточный член был бы меньше, чем одна тысячная, одна десятитысячная. Ясно, спасибо. Вот, хорошо, ну что, все тогда на сегодня с лекцией. На следующей лекции вам байку расскажу про применение формулы Тейлора в домашнем хозяйстве. Спасибо. До свидания. Хорошо, если есть еще вопросы, я готов на них поотвечать, но лекция на этом закончилась. То есть, смотрите, у нас, когда у нас формулы Тейлора с помощью пиано, то мы утверждаем про нашу функцию. То есть, вообще, формула Тейлора с пиано, она нам дает, вот у нас есть какая-то точка x равен x0. И вот нам формула, ну, с пиано, она просто показывает развод многочлены, которые при приближении x к x0 нам дают нашу функцию. Ну, как бы он хорошо приближает нашу функцию. Не нашу функцию, а хорошо ее приближает с точностью до о малого от x1 с x0, там, в n, да. А формула Лагранжа нам дает, ой, а формула Тейлора с достаточным членом в виде Лагранжа нам дает то, что если у нас вот x стремится к x0, и мы можем посчитать значение нашей функции не рядом с x0, а как бы к другой точке, да? У нас уже x не стремится к x0. У нас есть какая-то точка x0 и какой-то x, который вообще к этому x0 не имеет никакого отношения. И при определенных условиях, это не всегда так бывает, но при определенных условиях с помощью вот этой самой теории про формулу Тейлора с достаточным членом форме Лагранжа можно доказать, что если вы берете больше слагаемых в Тейлороцком многочлене, то вы будете получать, вот для фиксированного x, вы будете получать лучшие приближения. Здесь как бы нет никакого утверждения про то, что x стремится к x0. Это некая оценка, которая работает для произвольного x. Но, правда, она не обязана, вот этот отстаточный член, он не обязан стремиться к нулю. Он вот в этом случае стремится к нулю, но только потому, что у нас ограничена вот эта производная. Вот если любая производная ограничена, тогда да, тогда стремится к нулю. Но такое бывает очень редко. Кажется, кроме синусов-косинусов, так сходу, например, не приведешь. Может оказаться, что эта производная, она стремится к бесконечности не слишком быстро. Так что факториал ее все равно съест. Такое тоже бывает. Можно это тоже использовать. Но не всегда это работает. Но иногда работает. И в этом случае оно позволяет именно доказать утверждение такого типа, что если у нас x-фиксированная точка, то значения вот этих Теллоровских многочленов в этой самой фиксированной точке x будут приближаться к значению функции, когда вы будете увеличивать степень вашего Теллоровского многочлена. Вот как-то так. Они будут приближаться именно потому, что у нас по мере увеличения n у нас вот этот достаточный член будет все уменьшаться и уменьшаться. Да, да, да. Но я еще раз подчеркиваю, что это не всегда так. Это нужно каждый раз доказывать отдельно. Вот в данном случае это так. В данном случае с синусом. До свидания. Можно спросить? Я... Давайте. Я хотела спросить про корень из x. Просто там, по-моему, какой-то пример. Ну, что-то обсуждали на лекции. И как пример минимума в нуле приводили корень из x. А он же не будет... Ну, то есть я не понимаю. Он же, правда, не будет экстремумом, потому что у нас... Нет, я думаю, что... Сейчас. И нет. Корень из x... Корень из x... Нет, нет. Это кто-то из моих однокурсников приводил. Мне кажется просто, что это не пример, потому что она не определена в окрестности. То есть она в правой полуокрестности только определена. Ну, да, нет. На самом деле можно сказать так. Можно сказать, что вот у корня из x... Ну, окей. Я, кажется, понял, о каком контрфемере я речь. Можно сказать так, что вот у корня из x действительно в нуле... Ну, окей. В нуле у него вообще не определена производная. Но можно было бы сказать, что не в таком стиле. В нуле у него... Окей. Пример, который подразумевался, я думаю, такой. Давайте возьмем функцию корень из модуля x. Вот. У него в нуле нет производной, но при этом ноль – это внутренняя точка области определения и в ней локальный минимум. А, ну, поняла. То есть как бы... Я правильно понимаю, что если у нас не определена в окрестности, а, например, определена в полуокрестности, то это минимум, ну, или максимум нельзя считать, потому что это... Нет, минимум считать можно. Это все равно, ну, как бы, вот если у вас есть просто, допустим, вы рассматриваете функцию y равняется x на отрезке от нуля до единицы. У него все равно в нуле будет минимум, а в единице будет максимум локальный. Но при этом никакие утверждения про производные тут не имеет смысла рассматривать, потому что, значит, все вот рассуждения, которые использовали производные, они требовали, чтобы производная была определена в некоторой... То есть чтобы функция была определена именно в некоторой окрестности. Потому что иначе там вот нельзя сделать этот трюк, что вы можете двинуться вправо, вы можете двинуться влево и получить разные смещения при вертикали. Поэтому, ну, как бы у нас вот та теорема, которая говорила, что производная должна... что производная должна быть равна нулю, например, эта теорема... эта теорема тут не работает. Вот такое утверждение. Но, тем не менее, это все равно точка минимума, точка максимума. Просто я когда домашку делала, получается, что там, даже если у нас функция не определена, например, в левой полуокрестности этой точке, то она все равно может быть минимумом, если все остальные значения получаются больше, чем это значение, значение в этой точке. Да, 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 да. Именно так. Понимаю. Ну, как бы там, когда мы определяли минимум-максимум, мы говорили, что нужно взять окрестность и пересечь эту окрестность с областью определения. А, все, поняла. То есть, в какой-то момент, по крайней мере, я такое написал. Ну, это как-то естественный способ. Ну, вот мы хотим, чтобы на этой картинке, где линейная функция, определенная на отрезке от 0 до 1, мы хотим здесь говорить, что точка 0 является точкой локального минимума, потому что это, в принципе, это естественный способ про это так думать. Если вы хотите сделать значение функций как можно меньше, то возьмите левую границу этого отрезка. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. у